Всем привет! Продолжаем слушать лекцию по лингвистике и не только. Итак, посмотрим на тех людей, которые будут задавать вопросы. Они все еще здесь. Спасибо большое, что подождали. Огромное количество вопросов на твиттере, а также в рукописном виде. Но я хотел бы начать с вопросов по языку. Ну, от Брэнди Рассел, первый вопрос, у него тут никнейм есть, но я его прилюдно не могу произнести. Вы верите, что ум, разум человеческий в принципе подлежит компьютеризации, то есть возможен созданием искусственного интеллекта? И этот разум может быть воссоздан на других площадках. На других площадках, под субстрейтс имеется в виду, ну, например, силиконовая площадка. Разум – это организованная материя. Она организована на принципах, которые мы не понимаем. Мы даже не можем понять коммуницирование, взаимодействие между пчелами. Мы не можем быть уверены в том, что какой-то есть критический компонент в управлении мозга. И в этом случае, я думаю, можно воссоздавать разум на других площадках, в других субстанциях. Да, мы компьютерная машина в некотором смысле слова. И у нас есть определенная функция мозга для хранения информации, это либо генетически, либо другими способами. Да, мы мало что знаем о разуме, поэтому мы должны вести себя очень и очень скромно, мало что об этом известно. И основной вопрос – а что же делает кукловод? Мы даже не знаем, кому обращаться. Вы знаете, есть вероятность того, что наши решения, которые производятся сознательно, они часто являются подсознательными. Вы знаете, есть информация о том, что когда вы хотите сделать какое-то сознательное, решение, хотите сделать какое-то сознательное движение, ну, например, поднять этот тормозок, есть сведения, что перед этим, есть информация о том, что мозг, который должен принять решение о осуществлении этой акции, он уже находится в рабочем состоянии. Это означает, что сначала решение делается на подсознательном уровне, а потом достигается сознательное решение. И многие наши решения, подсознательное решение, они так и не доходят до сознания. Мы делаем много вещей, о которых мы даже не осознаем. У нас два вида мозга. Иногда это называется gut brain – мозг, который расположен в голове. и gut brain – это, ну, условно говоря, мозг, который расположен в нашем животе. И во втором мозге такие же процессы происходят, как и в первом. То есть в этом брюшном мозге огромное количество нейронов, и он также страдает, например, болезнью Ацгеймера. И мы вообще ничего не знаем, что брюшной мозг делает, ну, если только у нас живот не болит. Мало что известно, мало работ по мозгу, и поэтому мы сейчас на этапе ретроспективы. И с моей точки зрения, мне кажется, те решения, которые вы принимаете, они уже сделаны на каком-то подсознательном уровне. И эти подсознательные решения иногда достигают разума, а иногда нет. И я думаю, что вот когда-то мы начнем исследовать эти просторы подсознательных решений, в этом нет ничего сверхъестественного. И вот в этом случае, может быть, нам и откроется тайна, кто же кукловод, потому что кукловод – это как раз и решения, принимаемые на досознательном уровне. Мы не можем войти в просторы предсознательных решений какими-то способами научными. Мы можем это предсознательное решение изучать только косвенно. исследование предсознания. Они недостаточно сейчас инвестируются. Мало кто этим занимается, потому что и философия современная, и язык – они основаны на принципе, что все находится в сознании. Я не думаю, что это верно. И сознание, мы уже знаем эту материю и как к ней подходить. Мы знаем механизмы, по которым работает сознание. А предсознание и процессы, проходящие в предсознании, вот там намного более глубокие идут процессы. Да, очень интересный топик, потому что очень хочется поговорить о тех вещах, которые будут происходить в будущем. Но в этом ключе вот что я хочу спросить. Значит, мы исследуем из того, что мозг – это материя, и материя может быть воссоздана на разных принципах. Вы думаете, что и искусственный интеллект, он работает по тем же принципам, как появляется и снежинка? Ну, например, допустим, мы воссоздадим искусственный интеллект, и вы думаете, язык этого интеллекта будет развиваться по тем же самым сценариям, принципам? Ну, прежде всего, я очень бы осторожно подходил к проблеме искусственного интеллекта. Есть два варианта искусственного интеллекта. Одна сторона искусственного интеллекта – это наука и инженерия. И эта сторона наука и инженерия пытается произвести приборы, которые были бы полезны в этой области. Например, машины, которые управляются самостоятельно без водителя. Роботы, которые могут производить уборку в вашем доме. Да, это все хорошо и замечательно. Но это не является настоящим внедрением интеллекта и понятием того, как работает поведенческая когнитивная система. Это первая часть искусственного интеллекта делает полезные вещи, это прекрасно. Но есть еще и вторая часть искусственного интеллекта. А вторая часть искусственного интеллекта – это чистая наука, которая пытается понять, что же происходит. Что же происходит в том случае, когда я хочу поднять этот тормозок? Вы как хотите, можете называть это искусственным интеллектом, а можете называть это когнитив-сайенс, поведенческая наука. Главный вопрос – будут ли те роботы владеть системой, которую мы определяем как сознание? И мы могли бы спросить тот же самый вопрос, например, о собаках. Мы могли бы спросить вопрос о собаках – они имеют сознание? Или вы могли бы мне этот вопрос задать? Вы знаете, что вы обладаете сознанием? Задайте вопрос мне – а я обладаю сознанием? Вы знаете – ну, я вам скажу – да, обладаю, но это ничего не меняет. Есть специальный тест Туринга, который я считаю не очень хорошим тестом. Туринг – это достаточно интересный опыт. Сам Туринг – он прекрасный математик. История этого теста довольно интригующая. И она вся изложена на 8 страницах. И он произвел этот тест в 1950 году. И вопрос теста заключался – а может ли машина думать? Может ли машина обладать разумом? Спасибо большое, что были со мной сегодня вечером. Надеюсь на новые встречи. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.